Здравствуйте! Это программа «Новосибирск. Код города». Поговорим о событиях недели и том, как эти события отзовутся в жизни города и горожан. В сегодняшнем выпуске. Улица Кедровая. Когда закончится реконструкция? Фонтан без чаши в Центральном парке. Ждем открытие в сентябре. Парк Иня. Экскурсия по будущей гордости Первой Майки. Экологическая тема выходит на первый план во всех крупных городах. У нас ситуация не такая острая, как, к примеру, у соседей в Красноярске. Другой рельеф, другая структура городской экономики. Вообще охрана окружающей среды относится к государственному уровню полномочий. Но экология должна быть и в фокусе внимания муниципальной власти тоже. Хотя бы для поиска эффективных решений в городском хозяйстве. В Новосибирске по решению мэра Анатолия Локтя недавно был воссоздан Комитет по экологии. Бытовые отходы, уборка улиц, содержание транспорта. По многим параметрам город требует внимательного отношения к окружающей среде. Недвусмысленно напомнил о тяжести экологических последствий недавний смог от пожаров в тайге. Дым из Красноярского края от горящего на немыслимых площадях леса повис в небе над Новосибирском. Радует, что дискуссии об экономической целесообразности тушения лесных пожаров все-таки закончились в пользу тайги и людей. Экологическая среда города – это не только принесенный дым. Исследование состава городской пыли, которое инициировала мэрия, показало, что одним из главных загрязнителей является песок зимних дорог. Этой зимой на части улиц уже попробовали крупную крошку и реагент. Оказалось, что они экологичнее и эффективнее. Появились и новые проблемы. Мусорная реформа, как ни странно, является одним из факторов появления диких свалок. Конечно, проще вывалить в кусты или придорожный овраг. Это бесплатно. Особая зона внимания – это малые реки. По данным последних исследований, хоть и немного, но все-таки улучшился состав воды по вредным компонентам на Ельцовке 2-й речке Каменки. Впрочем, даже при уменьшении количества нефтепродуктов в малых реках они все-таки остаются загрязненными. Городской воздух, опять-таки, незначительно, но улучшился за 4 года. Эксперты связывают это с увеличением количества современных автомобилей, ограничением въезда грузовиков в центр Новосибирска и работой выделенных полос для общественного транспорта. Кстати, транспорт – главный загрязнитель атмосферного воздуха в Новосибирске. ТЭЦ только на втором месте, а на третьем – промпредприятия и котельные. Главное, наверное, в том, что проблема окружающей среды стала в Новосибирске уделом не только профессионалов, но и всевозможных зеленых активистов. Причем экоактивистами становятся именно местные жители, которые объединяются, чтобы помочь муниципалитету привести какой-то уголок своего района в культурное состояние. Субботник на Малой городской речке, появившийся сквер под Димитровским мостом, инициатива по строительству парка. Это правильно. Это создает комфортную среду для всех. Улица Кедровая станет шире. В этом году она попала в программу «Безопасные и качественные дороги». Сделать на этом участке нужно не только полосу для движения и ливневую канализацию, нужно и обезопасить железнодорожный переезд. Работы много, поэтому делать будут в несколько этапов. Успеть все и сразу за короткое сибирское лето – задача нелегкая. О деталях реконструкции расскажет Александр Сульдин. Улица Кедровая, северный въезд в Новосибирск. Сюда ведет широкая четырехполосная трасса. Оттуда машины выходят на железнодорожный переезд. Дальше не самый безопасный поворот и спуск в низину. Разбитый асфальт, в дождь лужи, пробки каждый день. «Необходимо сделать, расширять дорогу, чтобы транспорта проходило больше. Микрорайоны здесь теперь разрослись, людей живет больше. Метро еще надо сюда обязательно. Ну вот, ну надо, конечно, расширять. Это уже время показывает». «Вы живете здесь, вот, да, получается, тут сейчас начнутся работы, для вас это создать, какие-то неудобства». «Неудобства же не вечные, временные. Немного потерпеть. Людям будет проще, лучше». «Здесь вообще удобно ездить». «Неудобно?» «Очень неудобно». «Почему?» «Тритично. Ну, разбито все». «Что бы вы предложили здесь делать?» «Ну, как минимум, две полосы в одну сторону, две в другую». В этом году ситуацию уже начали исправлять. Реконструируют участок в 660 метров. «Реконструкция подразумевает под собой изменение геометрии самой, самой проезжей части. То есть, если до этого мы ремонтировали в той геометрии, которую получили, есть две полосы. Две полосы ремонтируются. То сейчас здесь, на этом участке запланировано расширение дороги. Реконструкция именно позволяет нам подойти комплексно к расширению, к изменению геометрии, то есть расширение дорожного полотна тоже до четырех полос. Изменение конфигурации, я имею в виду, радиус поворота будет более пологий». «Подобротной дороги из Новосибирского района в город едут с ветерком. Здесь приходится резко сбрасывать скорость. Авто еле крадутся за какой-нибудь фурой. Через год этого не будет. По плану работы разбиты на два этапа. Первый в этом году – перенос коммуникаций». «Единственный вопрос – это по выносу коммуникаций. Здесь очень много коммуникаций и строительство новой коммуникаций. Здесь будет строиться ливневая канализация. Я сбросу дал их ввод. Строительство будет очистных сооружений, которые будут фильтровать эту воду всю». «Это львиная доля затрат». Подрядчик говорит о возможности ускорить работу и уже в этом году начать ремонтировать проезжую часть. Дорогу придется сузить уже этим летом. Горожан просят потерпеть. Окончание работ уже через год. В дальнейших планах сделать удобную магистраль от Мачищенского шоссе до городской черты. Общая длина участка более 2,5 километров. Работы, которые разворачиваются здесь – только самое начало программы, рассчитанной не на один год. «Подобные работы начались в этом году на трех въездах в мегаполис. Наконец-то это позволило сделать участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже через два года те, кто будут въезжать сюда, увидят картину, достойную настоящего современного мегаполиса, самого крупного муниципалитета в стране. В Центральном парке завершают строительство первого за Уралом сухого фонтана. Так называют сооружение, у которого нет привычной чаши с водой. Зато между многочисленными и разнообразными по форме струями можно будет гулять. Вечером обещают подсветку и даже лазерное шоу. Вероника Иванова узнала, когда же фонтан заработает и даже спустилась к его сложным подземным водоводам. Это рубрика «Погружение». Сегодня погружаемся в прямом смысле слова. Смотрим, как устроены подземные коммуникации сухого фонтана, который сейчас монтируют в Центральном парке. Такое сооружение единственное за Уралом, поэтому Новосибирск может гордиться. Вот вы видите отверстие. Это будут форсунки, через которые происходит подсветка и водяные струи. Технология такая, что люди, детишки в жару могут бегать, играть с этими струями. Этот фонтан как корабль. Здесь даже палуба есть. Так называется поверхность, по которой как раз и будут гулять Новосибирцы. Хотя поверхность фонтана выкладывают плиткой, скользить она не будет, поскольку выполнена из цельного гранита и специально обработана, чтобы оставаться шершавой. То есть та часть, которая клеится, она более гладкая. А здесь специальная термическая обработка, чтобы он был шероховатый. Вот 30 миллиметров панели такие. Натуральный гранит из Челябинска. Наш, российский. А вот одна из форсунок этого фонтана. Здесь даже видно светодиодный фонарь, который потом будет подсвечивать струи. Здесь несколько типов форсунок. Это и струи в виде лебедей, и крутящиеся струи, и создающие туман. То есть будет лазерный проектор стоять вот в том месте, и картинка будет проецироваться на туман, который из фонтана поднимается. Хотя фонтан называют сухим, чаша у него все же есть. Просто она скрыта от глаз посетителей. Сейчас как раз спустимся под землю, вход вот там, и узнаем, как устроены подземные коммуникации сухого фонтана. Значит, мы с вами находимся в техническом помещении фонтана, где как раз находятся все насосы и трубопроводы. Ну, трубопроводов здесь в пределах около двух километров. Вода собирается под трубопроводом с форсунок в накопительный резервуар на 160 кубов, где происходит стадию очистки, фильтрации. Воды много из-за того, что форсунок там более 150, и в зависимости от программы, каждая может быть запрограммирована, то при максимальном там большой расход воды идет, объем, круговорот воды, он довольно-таки серьезный. Нам осталось из больших конструктивов, это второй лоток дождеприемный, чтобы вода с парка не попадала и грязь с ним носилась. И сделать спуск в фонтан, поставить будку, в которой будет как раз этот лазерный проектор, и организовать спуск. Ну, и сделать, конечно, благоустройство. Гранит будет не только на площадке фонтана, но и на главных аллеях парка. Их сейчас выкладывают плиткой со специальным гранитным напылением или крошкой. Видно, как все это блестит на солнце. Сейчас центральный вход в центральный парк закрыт, его и фонтан откроют осенью, по самым оптимистичным прогнозам строителей, уже в первых числах сентября. Это была рубрика «Погружение» о благоустройстве центрального парка. Проектировщики парка Иня публично представили доработанную концепцию зеленой зоны. Новосибирцы, прежде всего жители Первомайского района, в стороне от открытых обсуждений не остались. Высказали свое мнение, что может и должно появиться на берегу Ини. Михаил Якимов пообщался с одним из разработчиков проекта будущего парка. Здравствуйте, Артен. Мы с вами сейчас находимся в микрорайоне Весене, рядом река Иня. И вот именно здесь планируется создать парк Иня. Почему именно парк? Почему это не набережная? Вы знаете, набережные в таком классическом представлении, как мы видим там где-нибудь в Питере, когда мы делаем подпорные стенки, все запаковываем в бетон или камень. Здесь это не та история. Все-таки это визитная карточка Первомайского района, вот такая видовая. И достаточно очень зеленая территория. Поэтому у нас будет природная набережная и в то же время это будет являться парком. Мы сейчас находимся рядом с домом по адресу Речная 3. Отсюда и начинается весенний жилмассив. А вот здесь же рядом должна быть зона скейт-парка. Нет ли каких-то сложностей в согласовании с ее организацией и местными жителями? Да, вы знаете, у нас расположена молодежная площадка. Но она расположена в 300 метрах от ближайших окон домов. При нормативе от 20 до 40 метров для спортивных площадок. Также эта зона озеленена. Некая шумозащита создается озеленением. А вот здесь же рядом разместится мангальная или пикниковая зона. Где она будет и не будет ли она мешать жителям отдыхать? Пикники, мангалы, то есть это то, что происходит здесь сейчас. Мы ничего не придумывали. В том числе от жителей поступил запрос организовать это как-то в цивилизованном русле. И эта зона располагается между застройкой, то есть где кончается Заречная 9. И сверху находится огороженная территория памятника армянской культуры. А внизу в пойме реки как раз будет эта зона, которую мы называем археопарк. Она будет тематическая, то есть на тематику тех людей, которые здесь жили еще тысячу лет назад. Но я так понимаю, это только элемент. Вся набережная тоже будет каким-то образовательным проектом своего рода. У нас протяженность всей реки Яня заключена в центральной части в нескольких сотнях метров. То есть такая Яня в миниатюре, где мы демонстрируем все природные зоны, характерные для бассейна реки Яня, на небольшом участке, где можно его пройти буквально пешком и понять, что же представляет собой Яня в природном плане. Но ведь парк, он задумывается как парк не только для отдыха первомайцев, но и место притяжения всех горожан. У Первомайского района есть визитная карточка, это его виды, самые, наверное, красивые в городе рельефы. И это будет в том числе привлекать жителей всего города на благоустроенную территорию. У нас уже заложен грибной клуб, как якорное такое место всего парка, значимое не только для города, но и для всего региона, потому что такого грибного канала у нас за Уралом, наверное, даже и нет. На каком этапе сейчас проект и какие следующие шаги ближайшие? В данный момент концепция завершена. Сейчас уже идут переговоры с архитектурной фирмой, которая будет разрабатывать рабочую документацию на проект. И дальнейшая реализация уже не за верами. Кинотеатр «Рассвет» на Затулинском жилмассиве начал работу после продолжительного перерыва. Залы закрылись в январе, кинопрокатчика не устроили новые условия аренды. По поручению Анатолия Локтя удалось найти решение, поэтому кинозал вновь ждет зрителей. Мэр предлагает развивать в городе сеть муниципальных кинотеатров. В спальных микрорайонах они остаются нередко единственными центрами культурного досуга. Мы спросили у жителей Затулинки, насколько для них важен кинотеатр «Рассвет». Вот сейчас ездили в континент на этот король и лев. Поэтому я говорю, что был бы открыт, так с бабушкой их отправила, идут. А так нам приходится самим ехать куда-то далеко. Хотелось бы, чтобы на Затулинке так же процветало все и кинотеатр все-таки развивался. Потому что многие люди хотят кое-куда, куда-нибудь сходить вечером, а сходить некуда. Вот приезжаю, хожу с муками, мультики смотрим. А тут собрались и нету кинотеатра. Валерий район. Окупаемость низкая. Понятно, что люди не особо ходят, смотрят на интернете. То есть им как бы не интересно. Мы ходим. Как раз хотим вот на хопс и шоу пойти посмотреть, если откроют. Мы ходили по осени на кино Т-34. Нам очень понравилось. Я живу здесь давно. И мы в детстве ходили, и по юности ходили, и взрослые ходили. И есть куда выйти хоть на Затулинке с семьей, в кино. Потому что мало общения. Но сейчас с внучкой все равно и детские мультики посмотреть с удовольствием. Выходили бы и смотрели. На Марсу не всем удобно ездить. Кинотеатр хороший, отстроенный. Главное привлечь людей. Все, что показывает основной проказ здесь есть. Мы очень ждем. Уже, наверное, сколько? Месяца три без кино. О, тяжко нам. Берем с собой бабушек. Вот этой кнопки. Берем с собой бабушек. Бабушек, да. И идем в кинотеатр на какой-нибудь интересный фильм. Чаще, конечно, это не блокбастеры. Чаще это исторические фильмы. Ходим. Залы нормальные у них. Нормальные кресла удобные были. Просто езжу в кино с супругой очень часто. Во все эти центры, во всякие разные в городе. И нормальный зал. Желаем им только отлично открыться и работать. На этом все. С вами был Иван Канабеев. Смотрите еженедельную программу «Новосибирск. Код города». А также следите за событиями дня на сайте «Новосибирские новости». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова